На побережье Сочи, в районе пляжа Ривьера, продолжаются поиски 20-летней девушки, которую 16 июня унесло в море сильным течением. Инцидент произошел утром, когда диспетчер службы 112 получил тревожный звонок. Спасатели МЧС немедленно прибыли на место происшествия, опросили очевидцев и начали обследовать береговую полосу. История началась с беззаботного отдыха пары из Липецкой области. Молодые люди, наслаждаясь отпуском на пляже Ривьера, решили пошутить и начали толкать друг друга в воду, несмотря на предупреждение о шторме. Однако шутка обернулась трагедией, очередная мощная волна накрыла их, и молодой человек не смог удержать свою возлюбленную. Девушку быстро унесло в открытое море, и парень, не сразу осознав серьезность происходящего, начал в растерянности ходить по берегу. С момента инцидента прошло уже три дня, а поиски все еще продолжаются. Спасатели Центрального подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали акваторию Черного моря от пляжа Ривьера до микрорайона Мамайка на катере. Поиск проводился на удалении 150 метров от берега при волнении моря около пяти баллов. Несмотря на все усилия, девушка до сих пор не найдена. Очевидцы происшествия рассказали спасателям, что шторм был довольно сильным, и многие отдыхающие предпочли оставаться на берегу. Однако пара из Липецка решила рискнуть и пошла купаться. Молодой человек пытался удержать девушку, когда ее начала уносить волна, но сила стихии оказалась слишком велика. Спасатели не устают напоминать о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на пляже во время шторма. Они подчеркивают, что в таких условиях купание может быть крайне опасным. Важно слушать предупреждения спасателей и избегать выхода в воду при высоком волнении. Новость о пропаже девушки быстро разлетелась по соцсетям и вызвала широкий резонанс. Многие выражают сочувствие и поддержку семье пострадавшей. Люди призывают к внимательности и осторожности, особенно во время отдыха на море. Поиски девушки продолжаются, и спасатели делают все возможное, чтобы найти ее. Ситуация остается крайне тяжелой и вызывает глубокое сожаление и сочувствие. Этот трагический случай служит напоминанием о необходимости соблюдения мер предосторожности на воде и уважения к силе природы.